Вот такой комментарий мне только что оставили на ютубе под моим последним роликом. Во-первых, государство это не какая-то абстракция, это конкретные люди, которые живут здесь и сейчас. И им по большому счету плевать, что будет после них. Впрочем, так же, как и всем остальным. Вряд ли кто-то из тех, кто меня сейчас смотрит, беспокоится о том, что будет после него. Максимум, о чем человек думает, это о том, как оставить наследство собственным детям. И на самом деле, подавляющее большинство людей никакого наследства своим детям не оставляет. Их дети точно так же, как они, начинают зарабатывать с чистого листа. Ну а во-вторых, посмотрите вокруг себя и скажите, много ли из тех людей, которых вы знаете или которых вы видите, что-то реально производит? Процент тех людей, которые что-то реально производят, очень маленький. Большая часть или перераспределяют то, что они произвели, или просто перекладывают бумажки. Ну и занимаются никому не нужной работой. И если все те, кто перераспределяет или прикладывает бумажки, завтра исчезнут, то в мире ничего не изменится. А скорее всего, мир даже станет более комфортным, потому что много людей, проживающих на одной территории, неизбежно создают друг другу неудобства. Так что я думаю, государству плевать на рождаемость. Если бы государству была нужна рождаемость, то оно бы не дало столько прав женщинам. Например, в Российской империи до революции или сейчас в мусульманских странах рождаемость очень высокая только по одной причине. Эти государства ориентированы в первую очередь на защиту прав мужчины. Если женщина захочет развалить семью, то государство ее не поддержит. То есть в этих государствах женщина зависит от мужчины, а поэтому рожать она будет столько, сколько нужно мужчине, а не столько, сколько хочется ей самой.